Письма начали писать за три месяца до Дня Победы, чтобы успеть получить обратный ответ. Писали о том, как Сочи был городом-госпиталем, сколько бойцов поставили на ноги сочинские врачи и как жители небольшого курортного городка помогали медикам собирать мох, который использовали как перевязочный материал при лечении раненых. Писали школьники о себе, о том, как живет современный Сочи, известный далеко за пределами нашей страны. Я с нетерпением жду вся ответа. Очень хочется узнать, увидеть фотографии. Прочитать, как у них проходит мероприятие, чем они занимаются. И вот долгожданные письма. Прямо во время съемки нашего репортажа доставили почту из Ульяновска, Коломна, Новороссийска и Волгограда. Это первые ответы на письма сочинских школьников. Добрый день, дорогие наши сверстники. Пишет вам коллектив 9-го класса, школа номер 20, города Волгограда. Мы очень удивились вашему письму и очень обрадовались. Для нас это было неожиданно и приятно. А в другом письме ученики 10-го класса 20-й Волгоградской школы пообещали в конце марта на весенние каникулы приехать в Сочи. И приняли такое решение, потому что здесь у них появились новые друзья. Пообещали встретиться и рассказать друг друга о своем городе уже лично. Юные школьники из Ульяновска написали, как их сверстникам в военные годы приходилось стоять у станков. В то время в их город, находящийся в Тулу, было эвакуировано еще 15 промышленных предприятий. У нас был патронный завод имени Володарского, швейные фабрики. Работали и в дневное, и в ночное время. В станкам вставали и женщины, и дети, наши сверстники. Чтобы 10-12-летние рабочие доставали до станков, им подставляли ящички. Вот так дети передают друг другу исторические факты, что достаточно интересно. Получилась история в письмах. Детям было интересно упаковывать их в конвертики. Понятно, что письма, которые ушли у нас за рубеж, дополнительно марочки нужно было туда наклеить и приобрести. Для детей это было некоторым открытием, но это хорошо. Восприняли хорошо, что почта и России даже интереснее гораздо, чем электронные, потому что это уже настолько обыденно получать по интернету письма. А тут они приходят воочию, и можно взять в руки и живой источник подержать в руках и почитать. На этой карте красными флажками отмечено, куда юные сочинцы отправили свои письма, приуроченные к Великому Дню Победы. Их только из 20-й сочинской школы, около 150 в десятки городов России, а также в Минск, в Ригу, в ДНР, в Луганскую республику, в Одессу, Херсон и в Крым. А зелеными флажками отметят те города, откуда придут ответы. Елена Овсецына, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.